Помню, была такая история. Наверное, где-то многие будут рассказывать о более веселых каких-то вещах, но у меня, наверное, больше какая-то грустная. Если не ошибаюсь, в сезоне 2006-2007 первая игра в группе мы начинали в гостях с Шафхаузеном в Швейцарии. Складывалось, она тяжело. Первый тайм в ничью сыграли, в втором провалили игру по определенным причинам, проиграли много. Но самое интересное началось, когда мы на обратном пути вылетали домой. Выяснилось, что половина состава не оказалось транзитных виз, если тогда такое еще было, через Польшу. И половина команды смогла улететь, а половина команды просто осталась в аэропорту в транзитной зоне. Ребята питались тем, что смогли в Duty Free купить, но как обычно, я не помню, что же это ситуация. Но там денег тоже, как бы, карточная система еще не была так развита у нас, налички не так много тоже у ребят оказалось. Просто никто не ожидал такую ситуацию. Питались, ну а что там в Duty Free? Шоколадки? Орешки там какие-то. И в итоге не знали, что делать в этой ситуации. Просидели до вечера в транзитной зоне, никаких решений не находилось. И тогда Михаил Сачев просто позвонил на горячую линию НТ, и только после этого приехал посол. Причем приехал в таком рыбацком костюме, такое ощущение, что его, наверное, с рыбалки привезли сразу же. И только после этого началось какое-то решение этой проблемы. Ее, конечно, решили, но учитывая, что там следующая игра у нас уже была через несколько дней, вот пока там все мы объединились, там буквально, наверное, через два дня у нас уже была игра. Я был в том составе, которому удалось выбраться из Швейцарии, но по рассказам ребят это было очень печально. То есть мы сидели, у нас самолет был рано утром, образ, там часов в 7 утра. Их смогли оттуда вывезти ночью через Минск. То есть они только ближе к утру, через почти сутки были в Минске, пока с Минска тоже нашли, когда бы доставить в Брест. То есть, ну это достаточно долгая эта вся ситуация была. Помимо времени, это отняло очень много нервов, переживаний, поэтому тяжело так было. Почему опять эту историю вспомнил, что всегда кто-то рассказывает о том, что там в прошлом и трава зеленее была, и воздух чище. А у нас, наверное, мы прошли тот путь, когда клуб становился только на ноги, когда на третий год клуб сразу попал в Лигу Чемпионов и глобально не знал, что с этим делать. Были большие проблемы там с логистикой и с еще какими-то вещами. Но вот клубы для того, чтобы добиться таких побед, как выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, нужно было пройти тот путь. К сожалению, мы этот путь прошли. Чтобы добиваться результата, нужна сплоченность всей команды, маркетинга, людей за логистику отвечающих и все прочее, прочее, прочее. Тогда, да, тогда будет результат. Клубам в последующем желаю только побед и хороших логистических путей добычи этих побед.